Без диктата и бездействия Без диктата и бездействия Михаил Рогожников 0 2 А про 2015 Российская политика сегодня выглядит внешне спокойно Во-первых, сброшено напряжение в узловых для нее точках Это неравнозначно утверждению, что все стало хорошо, но кое-что разрешилось Во-вторых, новое направление политической дискуссии еще только нащупывается Фундаментальным противоречием национальной идентичности является отношение к распаду СССР Кто мы? Страна, потерявшая четверть века назад исторические территории Или же страна, приобретшая независимость, но от кого? При любом ответе потерянный Крым вызывал особенное недоумение Какой-то легкомысленностью его сохранения в составе бывшей УССР Ставшей независимой Украиной, даже без попытки поторговаться Для большей части российского общества присоединение Крыма стало выходом из исторической и эмоциональной безысходности тогдашнего краха Еще одна фундаментальная проблема, точнее, клубок проблем, связанных с экономикой Гордеев узел из много лет переоцененного рубля и давно завышенной кредитной ставки был разом разрублен в декабре Причем концы его разлетелись в разные стороны Рублюхнул вниз вдвое Ставка настолько же взлетела Но политически это и ряд других последствий 2014 года в эконом-политике означают Что после долгой и безрезультатной дискуссии за короткий срок установилась новая конфигурация Прежнее напряжение сброшено, новое еще только обозначается В целом политика определенно демонстрирует линию ужесточения реагирования на отклонения от объявленного политического курса От курса на традиционные ценности Это сказалось в скандале с опера Тангейзер и появлением темы контроля за репертуаром театров От курса на борьбу с коррупцией Это видно по арестам сахалинского губернатора и челябинского вице-губернатора Также ясно, что коридор политических колебаний неизбежно сужается в рамках очень жесткой для нас внешнеполитической ситуации Настроения в стране при наличии экономического кризиса, как правило, идут по нисходящей Что чревато протестной активностью через год-два от его начала Честно говоря, не хотелось бы, чтобы именно она стала новым фокусом политической жизни Как это произошло в прежний кризис, начиная с февраля 2010 года Необычные по тем временам протесты в Калининграде Куда лучше, если новая повестка будет продиктована насущным вопросом Которые внешние факторы обострили до неизбежности Как провести новую индустриализацию? Отсюда под пункты повестки Все так и решиться на новую индустриализацию и все этому починить Прежде всего госуправление Полемика будет идти по вопросу Вырастет ли экономика сама или нужно газ-вмешательство? Сталинисты говорят, что нужно мобилизовать страну Либералы, что люди должны проявить инициативу сами Желательный итог Такое качество управления, которое соединит усилия государства и свободную волю бизнеса и граждан Это надо будет продемонстрировать в Крыму, а также в Абхазии, в Южной Осетии, в Донбассе Показав, что у наших западных партнеров не получается строительство демократии, экономики и социума в Ираке и т.п. А мы умеем строить государство Отсюда задача настоящего вовлечения граждан Управлять вместе с гражданами, а не управлять населением Поэтому не нужны тоскливая натужная мобилизация и идеологизация Нужно искреннее участие Есть воодушевление, Крым, есть искренние люди Но вот пока управлять не умеем Бескрайности диктаты и бездействия Номер 9, 385, распечатать